всем привет с вами семён арефьев это программа с сик и мы возвращаемся возвращаемся с новой заставкой у нас будет сейчас новый подклад новая обложка все новое мы решили как бы обновиться сделать все круче интересней вот и в связи с этим в этом выпуске мы будем рассказывать о той музыке которую вы слышали каждый эфир все вот это время то есть все вот эти 26 предыдущих выпусков там играла две группы одна группа играла в джингли в заставке а вторая играла в подкладе каждый из них очень интересно при том что это совершенно разные жанры до первое это вот такая музыкальная шиза вторая это трип-хоп который позднее трансформируется в такой рок легкий да ну а в это все естественно услышите вот и в связи с новыми переменами как бы вот связи с нововведениями мы рассказываем про старое я на самом деле очень долгое время боялся что мне сейчас начнут кидать вот музыку которая нас играет горитая вот узнала я вот узнал его дескать как бы уже и не надо не рассказывать но я вот обрадовался никто очень-то и не раскусил и так первая группа в нашем сегодняшнем эфире это итальянский проект эфель дуаз это группа которая существует с 98 года которая играет турбо техничный прогрессив непонятно что начиная с black металла заканчивая джазом мы каким-то вот таким английским прогрессивом а-ля поркопайн 3 и этот коллектив с достаточно интересной историей и с естественно очень крутыми музыкантами эфель дуаз начал существовать как я уже говорил в конце 90-х и состоял изначально из двух человек молодых 18-летних юнцов можно так сказать это итальянцы падаю дэвид тисо и его друг джулиано муджиката они решили что black metal которое было в то время как было достаточно консервативе нуждается в новых каких-то витках в новых каких-то глотках воздуха свежего и решили экспериментировать black metal и и начали работать выпустили демо опера начали как-то его распространять продали 2000 копий надо сказать что сейчас даже крупные российские рок группы не могут продать такой тираж это достаточно сложно вот и подписались на контракт с новым лейблом код 666 но вы понимаете да какую музыку он выпускал судя по названию и пока они работали над дебютным альбомом они выкладывали некоторые треки в свободную скачивание в интернет и это сделал группу невероятно популярной потому что все слушали и говорили когда же когда же можно это все купить они это значит все выпустили альбом разошелся сумасшедшими тиражами просто безумными и группа стала вот уже как бы известной стала крутой мощной и ребята решили уже полностью реализовать свой потенциал полностью вообще перевернуть не то что black metal а вот именно такую тяжелую музыку сделать что-то что они действительно хотели сделать и для этих целей они собрали к себе в команду совершенно разнородный состав то есть это люди которые в принципе не не имели такого прямого отношения к black metal то есть они не гоняли там на corpse paint там и так далее их альбом который называется painters palette который вышел уже в 2003 году это вот как раз самый наверное их безумный альбом то есть сочетание кучи стилей каких-то инструментов клавиши дудки там орущий вокал поющий вокал дикие совершенно барабаны просто невообразимы это результат сотрудничества людей с совершенно разными музыкальными вкусами и музыкальными какими-то навыками то есть за ударными сидел дэвид появес он это 47 семилетний то есть уже до в таком как бы опытном возрасте перкуссионист и учитель полиритмии в эстрадно джазовом колледже то есть это турбо профессионал и вы это слышите по игре потому что ну это какой-то полный от вообще ну он убивает просто всех вот бас-гитариста фабио фетсо специализировался по прок фьюжи ну то есть это тоже далеко от металла вокал поделили на двух людей как бы один пел 2 орал вот и вот они поработали три месяца и выпустили вот этот альбом painters palette и как раз первый трек с этого альбома чуть-чуть мы его обрезали как бы чуть там подогнали играл в заставке всех наших выпусков ну давайте его наконец-то послушаем целиком эфель дуат пассаж 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Cómo «Симон» 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Они выпускают через два года еще один альбом, примерно похожий на этот, то есть это чистая вообще шиза, уже без духовых, но не менее больной. Но мы его не будем слушать, потому что он такой достаточно специфичный и, в принципе, лучшее, что в нем было, вы в этом треке уже могли узнать. Он назывался «Pain Necessary to Know», и после того, как этот альбом был записан, от них уходит их барабанщик. А на самом деле это достаточно большая проблема для такого уровня группы найти такого уровня барабанщика, потому что, ну, чтобы так играть, тебе нужно, чтобы тебе было 50, и ты был преподавателем. Найти таких людей не так легко, и они обращаются к марку «Минимуму». Этот человек с четырьмя согласными фамилией играет как дьявол, только ему не 47, вот, и он играет еще лучше. Это вообще легенда барабанов, если вы просто загуглите его имя, вы наткнетесь на кучу вообще уроков, школ и видео, где он просто приходит куда-то, не знаю, там, в гараж к соседу, и все. И там два часа полного вообще ада, какой-то сумасшедшей координации, то есть это, в принципе, один из лучших прогрессив барабанщиков в мире, вот, один из самых крутых специалистов по как раз раскоординации, вот, рук-ног, и там, ну, короче, если вы играете на барабанах, вы должны знать это имя, если не играете, просто посмотрите и узнайте это имя, потому что это очень крутой чувак, и как раз вот его мастерство и пригодилось в Эфильдуаз, потому что там такая музыка, то есть там нужно очень много-много наворачивать. Вот, и Эфильдуаз продолжает играть уже в этом составе, выпускает альбом Through My Dogs Eyes, то есть через глаза моей собаки, у них, надо сказать, вообще довольно странное название, вот, они выпускают сначала сингл Guardian, который мы послушаем, этот сингл привлекает вообще сумасшедшее внимание, вот, на тогда еще живой сети MySpace, которая была своего рода такой самой крупной соцсетью для групп, но мы когда-нибудь об этом потом еще поговорим. Короче, они выпускают сингл, сингл выстреливает, и они выпускают целиком альбом. Надо сказать, что уже музыка довольно сильно изменилась, то есть группа начинает уже меньше метаться, меньше там становится шизы скоростной, Это превращается все больше в такой классический английский прогрессив, вот именно в ту музыку, которая ассоциируется с жанром прогрессив рок, но она чуть-чуть мрачнее, чуть-чуть тяжелее, чуть больше там каких-то полиритмических кусков, но это реально вот то, что мы привыкли понимать под словом прогрессив рок, да, вот современный, вот, особенно английская какая-то музыка того жанра. И давайте послушаем как раз этот трек, Эфельдуаз, Гардиан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Софа Сёрферс. Да, вот эти Сёрферы по Софе, как бы это коллектив, чью композицию мы использовали в качестве подкладок к нашим предыдущим выпускам. Она играла фоном, таким задником, причём мы зациклили там буквально минутные фрагменты, но он такой стильный, что его было не стыдно слушать всё это время, он очень круто шёл фоном. На самом деле это очень интересный австрийский проект, который исполняет такой сплав разных жанров. Это по факту, ну, трип-хоп в сочетании с каким-то дабом, с каким-то чилом, то есть вот, ну, такая лёгкая музыка. Более того, они много раз делали саундтреки для каких-то вот своих там местных кинофильмов, которые у нас не очень известны. Я посмотрел там, ну, загуглил, в общем-то, ну, как какой-то ад там, какой-то местный. Вот. В чём их крутость, на самом деле? Мы сейчас всё будем слушать, но перед тем, как мы послушаем целиком от начала до конца тот трек, который я использовал, хотел сказать, что Sofa Surfers, несмотря на то, что они работают в таком электронном жанре, они реально очень круто эволюционировали. То есть они пришли вот от такого формата человека с синтезатором, который всё дома там в ночи с кружкой чая записывает, в формат полноценной группы с вокалистом, причём группы, которая делает действительно интересную, как сказать, такую стенд-алон музыку, да, которую можно выделить в отдельную какую-то вот нишу, да, то есть она не похожа под копирку ни на что другое, вот, и всё это развивалось изначально из таких вот, ну, абсолютно каких-то около хип-хоп вещей. Давайте всё-таки послушаем тот самый трек, который уже звучит в ваших наушниках практически целый год. Sofa Surfers – The Plan. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok